Рассмотрим теперь применение закона сохранения импульса в динамике тела переменной массы. Когда мы рассматривали второй закон Ньютона, F равно масса на ускорение, этот второй закон Ньютона был применим только в том случае, если масса тела являлась величиной постоянной. Однако, если тело имеет переменную массу, таким вот законом в такой форме пользоваться неверно и некорректно. Правильным законом с учетом изменения массы является использование закона сохранения импульса. F умножить на малый промежуток времени dT, эта величина нам дает импульс силы, равен dP, изменению импульса тела. Ну или, соответственно, второй закон Ньютона в корректной форме, учитывающей возможность изменения массы, будет иметь вид F равно dP по dT. dP по dT. Или же d от mV по dT. Причем, в данном случае у нас под производное стоит производное произведение, и ее можно раскрыть в виде F равно dm по dT умножить на v плюс n на dV по dT. Правило взятия производных произведений. Ну вот видно, что m на dV по dT – это масса на ускорение, но появляется еще один член, который содержит dm по dT, производную от массы. И он будет иметь место, даже если скорость постоянная, даже если скорость постоянная, а масса тела меняется. В ряде олимпиадных задач второй закон Ньютона в таком форме должен быть использован. И наиболее наглядным примером динамики тела переменной массы является динамика ракеты. Давайте рассмотрим ракету, которая выбрасывает какую-то порцию газа. Начальная масса ракеты m масса ракеты m порция газа выбрасывается со скоростью u относительно ракеты. Здесь очень важно, что скорость u отсчитывается от самой ракеты. Почему эта величина будет являться характеризующей? Потому что обычно у ракеты двигатель представляет собой камеру сгорания, в которой находится газ при высокой температуре при сгорании топлива. И этот газ вылетает наружу из ракеты. Скорость истечения частиц газа примерно по порядку совпадает с скоростью теплового движения молекул газа. Она зависит еще от формы сопла и от структуры системы, которая выбрасывает газ. Но по порядку величины можно считать, что это скорость теплового движения молекул. Средняя скорость теплового движения. Поэтому будем считать, что у это скорость газа относительно ракеты. И происходит выброс за малый промежуток времени количество вещества равного дм. Задачу можно решать в двух системах координат. Либо задача решать в системе координат, связанной с Землей. тогда придется учитывать то, что в этой неподвижной системе координат К придется учитывать то, что ракета движется с какой-то скоростью, а газ движется относительно ракеты, значит, он будет двигаться еще с какой-то скоростью относительно Земли. то есть скорость газа относительно Земли будет равна скорости ракеты и еще плюс векторная скорость газа относительно ракеты. Не очень удобная система координат. Гораздо удобнее рассмотреть систему координат, которая связана с самой ракетой. Назовем ее К-штрих. В этой системе координат ракета изначально покоится. Ее скорость в этой системе координат равна нулю, а порция газа имеет скорость просто У векторную. Отбрасывая эту порцию газа, ракета получает маленькое приращение скорости В. ДВ. И мы можем записать закон о сохранении импульса. Записать его так. Д. П. Да, поскольку в начале вся система в системе отчета К-штрих система ракеты с газом покоилась. Мы можем написать, что это 0. Импульс относительно этой системы был равен нулю. А дальше импульс ракеты, ДП ракеты. Плюс ДП газа. Этот суммарный импульс, он должен также остаться равным 0. По закону сохранения импульса. ДП ракеты. Ракета потеряла очень малую часть газа. Можно написать это как 0 равно М минус ДМ на ДВ и получила превращение скорости ДВ. Газ получил импульс, равный плюс ДМ на У. Я пишу пока в векторной форме, поэтому все с плюсом. здесь у нас М на ДВ минус ДМ умножить на ДВ. ДМ это бесконечно малая величина. Мы считаем, что промежуточек времени, который прошел при выбросе газа, очень мал. Приращение скорости тоже очень маленькая величина. Произведение двух очень малых величин это бесконечно малая второго порядка и по сравнению с произведением М на ДВ она мала. Поэтому уравнение можно переписать так. 0 равно М на ДВ плюс ДМ на У. Ну и значит ДВ М на ДВ равно ДМ на У вектор. Минус ДМ на У. Лучше даже поменять местами, чтобы не казалось, что у нас производное произведение. О на ДМ с минус. Весь этот процесс происходит за очень маленький промежуток времени ДТ. Давайте разделим обе части этого уравнения на ДТ. Получим М ДВ по ДТ равен минус У ДМ по ДТ. Минус УДМ по ДТ. Величина ДМ по ДТ ДМ по ДТ это количество массы выброшенное в единицу времени. Или же количество сгоревшего топлива в единицу времени. ДМ по ДТ обозначает буквой МЮ и записывает что это минус У на МЮ. МЮ носит название расходы топлива. МЮ это расход топлива. Вот такое уравнение. А ДВ по ДТ это не что иное как ускорение. Значит М на А равно минус МЮ на У. Масса на ускорение по сути дела это сила записана в классической форме форме классического закона. А минус МЮ на У по сути дела это тоже значит это должна быть тоже сила. И это означает что мы можем ввести понятие реактивной силы написать что Ф реактивная равна минус МЮ на У и тогда второй закон Ньютона уже с точки зрения реактивной силы с точки зрения введения этого понятия будет записано очень просто Ф реактивная равно М на А. заметим что реактивная сила направлена противоположно направлению скорости истечения газов. Если У направлен вниз то ДВ ДВ будет направлено противоположно вверх. Вот это уравнение в такой форме или же в такой форме вносит название уравнение Мещерского это уравнение Мещерского для реактивного движения. Дальше возможны несколько шагов которые позволят получить уже уравнение динамики ракеты. Уравнение динамики ракеты и скорость ракеты в зависимости от времени требует умения элементарно интегрировать но это доступно обычно школьникам уже которые проходили теорию интеграла. мы сделаем поскольку у нас олимпиадная подготовка и в принципе здесь должна быть готова справиться с более трудными задачами мы проделываем несколько шагов и получим из уравнения Мещерского формулу Циолковского для реактивного движения. Давайте сделаем эти шаги. Я буду основываться на уравнении вот таком. Перепишу его. М большое ДВ по ДТ равно минус мю на У причем мю у нас равно ДМ по ДТ ДМ по ДТ Ну дальше мне нижняя часть доски не нужна. Очистим ее. для начала нужно понять как меняется масса М со временем. Масса М связана с расходом топлива. Когда у нас топливо сгорает масса ракеты постепенно уменьшается. Значит вот это вот мю это ДМ по ДТ это количество топлива вылетевшего в единицу времени оно будет равно минус ДМ большое по ДТ ДМ изменение массы ракеты будет равно минус ДМ маленькой. ракета теряет свою массу. Значит если мы домножим на ДТ получим что ДМ равно минус мю ДТ ну и просуммировав такие выражения получим М равно какое-то М0 минус мю ДТ. уравнение полностью аналогично уравнение для поступательного движения и как скорость например связана с расстоянием при поступательном движении. Подставим. М0 минус мю Т на ДВ на ДТ равно минус мю У. У нас входят ДВ и время. То есть неизвестными являются скорость и время. Давайте сгруппируем все величины содержащие время с одной стороны и все величины содержащие скорость с другой стороны. ДВ равно минус мю У ДТ делить на М0 минус мю Т. Уравнение верно для каждого бесконечно малого промежутка времени. Мы можем его проинтегрировать. Получится интеграл от ДВ равен минус константу сразу же можно вынести за скобку. Ну а здесь минус мю наоборот занести поскольку это константа занести под дифференциал. Будет У умножить на Д от минус мю Т делить на М0 минус мю Т М0 минус МТ и скобку я специально не закрыл. Поскольку у нас здесь стоит приращение то есть дифференциал то под дифференциал можно добавить любую константу результат этого не изменится. Изменение константы равно нулю. Поэтому добавим сюда еще плюс М0 и здесь поставим интеграл. Интеграл от Д что-то делить на что-то это вот это величина можно обозначить за букву Х какое-то это будет У интеграл от Д Х делить на Х ну и вот результатом интегрирования такой величины будет о натуральный логарифм Х Нам нужно поставить еще пределы интегрирования Скорость меняется от какой-то начальной скорости давайте условно считать что она равна нулю до какой-то текущей скорости В Время меняется от нуля до текущего времени Т Х соответственно какой-то будет Х0 Х0 до Х и здесь нам нужно подставить от Х0 до Х У на разность логарифмов логарифм Х минус логарифм Х0 разность логарифмов это логарифм частного Ну и далее возвращаемся к исходной переменной Х это М0 минус мю Т будет У логарифм М0 минус мю Т делить на Х0 А Х0 соответствует Т равному нулю значит делить на просто М0 М0 минус мю Т это масса поэтому У логарифм М большое делить на М нулевое итак в левой части у нас В В минус 0 А в правой части У логарифм М делить на М с 0 М0 больше чем М В логарифме величина оказывается под логарифм меньше единицы соответственно логарифм будет отрицательным и скорость будет направлена противоположно скорости У для того чтобы разогнать ракету до какой-то скорости которая больше чем например скорости стечения газов из сопла то есть больше скорости У нам необходимо увеличивать модуль вот этого соотношения то есть чем больше давайте мы преобразуем в равном минус у логарифм м0 к м и чем больше отношения начальной массы ракеты к массе ракеты в конце полета тем больше у нас будет скорость этой ракеты когда все топливо сгорит однако ну как видно вот эта зависимость логарифмической логарифм функции достаточно медленно возрастающие поэтому гораздо более эффективно это повышать величину скорости стечения топлива но соответственно поскольку скорость стечения топлива связана с температурой сгорания необходимо повышать температуру сгорания топлива вот эта формула которая здесь сейчас получена это вариант формулы Циолковского в пренебрежении внешними силами мы здесь считали что ракета находится где-то в космическом пространстве на который не действуют внешние силы вообще говоря нужно более строго учитывать еще действия например силы тяжести то есть силы тяжести силы сопротивления воздуха и других внешних сил тяжести на тяжести